Итак, самое первое. Подумайте о каком-то своем желании. Только не берите желание, которое из плоскости ваших возможностей, ну там, я не знаю, съесть кусочек пирога или съездить в отпуск, потому что вы так каждый год ездите в отпуск, два раза в год ездите в отпуск, это для вас нормально. Возьмите какое-то желание, которое из области чего-то для вас пока еще недоступного. То, что вы еще хотели сделать, реализовать, но не реализовали по какой-то причине в жизни. Возьмите сложное желание, исполнение которого или путь которому вас пугает. Ну иначе не будет смысла. Сейчас вот подумайте, возьмите желание, как возьмете, напишите мне плюсики. У меня тут китайский Новый год уже. Вовсе украшают желтыми, оранжевыми, красными всякими штучками. Отлично, пошли плюсики, супер, значит уже готовы. Молодцы, поехали дальше. Взяли это желание, теперь спросите себя, что я чувствую, когда я думаю об этом желании. То есть вы ожидаете, каких результатов вы ожидаете от вашего желания, каких результатов вы ожидаете от вашего желания, что произойдет, если вы встанете на путь реализации этого желания. И что вы чувствуете? Можете написать в чат, что вы чувствуете. Можете просто поставить плюсики, что вы готовы. Лучше не плюсики, лучше напишите там, готов, чтобы понимать. Потому что плюсики уже были много раз. Давайте разнообразим. То есть что вы чувствуете, когда вы идете на пути к реализации этого желания. Какие эмоции, какие ощущения в теле. Есть ли в теле, может быть, какие-то блоки, зажимы, начинает замирать сердце или сводить там в районе солнечного сплетения, где у кого-то живот может начинать крутить. У кого-то еще что-то. Страх у кого-то чувствуется. Да, то есть есть вот эти как раз. Есть негативные ожидания от того, что не получится. Или получится как-то не так. Поэтому возникают вот такие вот негативные чувства. Теперь спросите себя. А что вы хотите, чтобы случилось вместо этого? То есть у вас страх, вот это какой-то страх, жжение в груди, скованность. Какие что-то там еще писали. Ну вот страх в основном. Чувствуется не от вашего же желания, а чувствуется от другого. От ваших как раз ожиданий, про что я говорила сегодня в течение часа. То есть у вас есть ощущение того, что вы не сможете добиться. Или то, что вы добьетесь, это будет очень сложно для вас. То есть вы столько всего, просто приложите столько усилий, что потом желаемое вас не будет радовать. Теперь спросите, что вы хотите, чтобы как это все происходило? Чтобы что случилось? Не, 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 не так. Не хочу чувствовать радость, а не про чувство, а вот чувство страха от чего. Ну, к примеру, как вот моя знакомая, да, про которую я рассказывала, про свидание. Она ожидала, у нее было такое безразличное отношение к свиданию, потому что она ожидала, что это свидание ни к чему хорошему не приведет, да. То есть результат. Соответственно, какой результат вы хотите вместо этого, чтобы был? Либо на пути к результату. Если страх возникает на пути, ну, к примеру, там, выступать на сцене, да, мне, ну, к примеру, мне страшно, я хочу выступать, я хочу быть спикером, но мне страшно, да, я вот передо мной будет 100 человек, я должна перед ними выступить, что-то им сказать, и это страшно. И страшно мне от чего? Не от того, что я выступаю, а страшно от того, что, например, меня публика не воспримет, от результата. Мне страшно от того, что результат, который я получу, меня не устроит, разочарует. У меня же желание не просто выступить, у меня желание выступить хорошо, красиво, чтобы не аплодировали, да. Вот, чтобы, чтобы моя лекция, мой спич заинтересовал людей и так далее и тому подобное. Соответственно, я вот этого хочу. А боюсь я чего? Боюсь того, что меня не воспринята аудитория, что моя речь будет неинтересна, что я буду там заикаться где-нибудь, что я забуду текст или еще что-нибудь. Ну, ваш страх возникает от вашего ожидания. Вот покопайтесь, что вы, да, где там страх, почему, почему жжет в груди, что там, что там сидит, почему судорога начинается, чего боимся, что нам не дает пойти в это желание. Ожидание негативное, что это случится негативно. И вот это негативное поменяется на то, как вы хотите на самом деле, да. Не чувствовать радость и легкость вместо страха, это не то. А результат, понятно, да? Надеюсь, что я как про выступление. Святослав, я выступала в ноябре, у меня бы это просто я про себя рассказываю. Ну, видишь, мы с тобой синхронизировались. Я выступала в бизнес-клубе на 100 человек, и мне было очень страшно, реально было страшно. Но я сказала, у меня еще синдром отличницы, и сказала, сделала. Вот. В общем, иду, несмотря на страх, это и хорошо, и плохо. Вот. И я выступала, это было, конечно, очень... И несмотря на то, что я забыла текст. Не, ну я девушка, мне проще. Я одела просто декольте, и оно просто вот, все. Можно было молчать и улыбаться. Я правильно подобрала платье. Вот. Это не шутка, это доля правды. Вот. Но я просто была искренне. Я была искренне, я рассказывала свою историю жизни. И несмотря на то, что не все меня слушали, на самом деле. Но я еще тот спикер, я только учусь, поэтому нормально. Это мой первый опыт. Вот. И я поняла, что, блин, это круто. То есть я после того, как выступала, я кайфанула. Но было страшно. Ну, я не знаю, чем тебе подсказать. Боюсь. Нет, смотря на какую аудиторию ты будешь выступать. Если ты будешь выступать исключительно на женскую аудиторию, может быть, декольте тебе помоют. Ладно. От шуток перейдем. У нас серьезная тема, ребят. В предчувствии чуда его проговорила родным гостного года. Они в шоке, что это связано с переменами сожительства и сменой сферы деятельности. Я начала делать первые шаги. Мне нравится моя стейн. Прекрасно. Так, ребятушки, мы закончили со вторым заданием. Я немножко отвлеклась на лайфхаки и на выступление. Чтобы поменять, чтобы понять, что вы на самом деле хотите. Удалось это понять? Удалось найти вот там вот это просто очень важное. Падает телефон. Очень важный момент, без которого дальше мы просто не сможем работать. Здесь как раз... Извиняюсь. На зарядке стоит. Здесь как раз вот собака зарыта. Очень важно вот этот момент отследить и его поменять. Удалось? Напишите, пожалуйста, что удалось. Не просто там состояние «я хочу радоваться», а не испытывать страх. А вот прям вот понять, что внутри, что мешает, что я на самом деле тоже... Это, видимо, телефон перегрелся, что ли. Непонятно. Ладно, буду ловить, если что. Так, девочки и мальчики, жду ваших ответов, ваших там плюсиков, или ваших «да», или ваших «нет». Святослав написал завышенное ожидание от себя и страх, что не оправдай их. А теперь что хочешь? Ну вот в рамках твоего желания, да? Вот выступать. Ну, к примеру, я вот взяла твое желание выступать, да? Раз уж ты про него заговорил. Чего хочешь на самом деле? Как чтобы все прошло? Чтобы публика тебе аплодировала, чтобы ты чувствовал себя уверенным на сцене, да? Чтобы ты легко управляла аудиторией. Чего хочешь? Вот поменяй вот фокус внимания с ожиданий, и что ты их не оправдаешь, на то, что ты реально хочешь. Поменяй. Лен, неуверенность в себе поменяла ее? Вот меняй. Вот сейчас нам надо поменять. Это очень важно. Сейчас надо поменять. На что? На уверенность в себе? Меняем. Вот сейчас прям это очень важно. Если кому сложно самому, напишите сюда в чат свое желание и свои ощущения. Мы вот мозговым штурмом это все поменяем. Если получилось, напишите, получилось то, что я вижу, что только три человека написали, чтобы... Сейчас, раз, два, раз, два, три человека только написала, что разобрали... А, вот четыре. Все, остальные поменяли, ребят? Получилось? Все, я дальше продолжаю. Итак, поехали дальше. Когда мы их поменяли, что нужно сделать? Третий шаг и последний. Это что я должен сделать, чтобы это случилось? Мы сейчас меняем не неуверенность, мы меняем ожидание в голове. Да, то есть вот, ну, про то же выступление со сцены. Я чего боюсь? Я боюсь то, что я буду чувствовать себя на сцене неуверенно. Заикаться, забывать текст. То есть как эта неуверенность в себе будет проявляться в конкретной ситуации. Там, в каком-нибудь заикании, запинании, что я буду стоять на сцене и смотреть в пол, я не смогу смотреть в глаза людям, да, к примеру. Что я буду говорить очень тихо, что меня никто не услышит. Как эта неуверенность в себе в данном конкретном желании, которое у вас есть, да, проявляться будет? И нашли это, и меняете на то, как вы хотите, чтобы это проявилось. Не смотреть в пол, а смотреть каждому в глаза. Не говорить тихо, говорить громко, так, чтобы меня слышал каждый, даже в самом конце зала. Говорить не дрожащим голосом, а твердым, уверенным голосом. И не кричать, например, а просто говорить громко, да, глубоко, громко, таким уверенным голосом. И так далее. Но это вы в рамках своего желания это все проигрываете. Негативные ожидания, они строятся на том, что вы сосредотачиваете фокус внимания на том, что что-то пойдет не так. Почему ваш план не сработает? Почему у вас не получится? Вы не генерируете мысли, которые будут вас вести к положительному результату, потому что у вас фокус внимания на негативе. Вспоминаем предвкушение, я говорила, мозг только подумали, мозг начинает предвкушать и уже строить самопрограммирующиеся предсказания. Да, про, помним, да, про фразу, нам нужно милой поговорить, или нам милое надо поговорить. И мозг нам строит картинки. То же самое и здесь. У нас фокус внимания находится на негативном исходе событий. И значит, все дорожки, которые простраивает мозг, они ведут нас к негативным событиям. Соответственно, мы вот сейчас вторым упражнением свой фокус внимания с негатива переставили на позитив, на то, что мы хотим. И теперь у нас мозг предвкушает и проецирует дорожки, которые ведут нас к позитиву. То есть он начинает, мозг, искать возможности для реализации вашего уже нового ожидания. просто потому, что мы сменили фокус внимания с негатива на позитив. Еще у меня есть одно классное высказывание. Сейчас я вам его найду. Найду или не найду? Найду. Одна мечта, если вы в нее свято верите, намного сильнее тысячи реальностей. Очень крутая фраза. Это Джим Толкин. Одна мечта, намного сильнее, чем тысячи реальностей. Это к тому, что вы можете мечтать и верить в свою мечту. И несмотря на то, что у вас что-то не получалось до этого, ваш мозг будет фокусироваться на положительных ожиданиях и строить туда дорожки. Да, рельсы. Как стать на рельсы. Абсолютно верно. И вести к вас к этому результату. К нужному результату. И вот тогда начнут происходить изменения. И каждое ваше действие, какое-то вы сделали, которое будет вас на чуть-чуть продвигать к вашему желанию, оно будет еще больше подпитывать, подкреплять вашу веру в успехе этого предприятия. Понятно, я все рассказала. Возможно, что среди тех, кто смотрит мой эфир, есть те люди, которые подумают, что в его-то случае вот все эти три шага не сработают стопудово. Ну, это вот про всех остальных, но не про меня. Вот мой случай стопудово безоговорочный. Вот мой случай вот просто вот неизлечим. Такие могут быть люди совершенно спокойно. Вот. Ну, тут я единственное, что повторюсь, да, это Генри Форд. Вы верите, что у вас получится, и у вас получится. Вы верите, что у вас не получится, и вы правы. Вот и все. Вы вольны выбирать и верить в то, что вы хотите. Хотите, верьте. Позитивные ожидания. А хотите, верьте в негативные. Это ваша жизнь, ваша осознанность и ваша ответственность за то, как вы проживаете эту жизнь. Вот. У вас хорошая новость в том, что у вас всегда есть выбор. Да? И вы можете позволить желанием руководить вами или же ожиданием негативным руководить вами и стоять вот этим вот железобетонным блоком между вами и вашей целью. И не пускать вас к реализации получить то, что вы на самом деле хотите. Вот. И хочу вам сказать, что вот как раз с этим смышлением, с тем, с глубоким, с глубокой проработкой мышления, подсознания нашего сознания, мы будем работать на тренинге, как привлечь больше денег в свою жизнь. Тренинг стартует 27 января. Что-то у меня тянет на декабрь все время. Я даже в анонсе написала, что прямой эфир будет в декабре, а не в январе. Так, мне бы найти. Вот. Где-то, где-то, где-то. Вот. Будет тренинг 27 января. С 27 января по 3 февраля это будет тестовая безоплатная неделя. Вы можете принять участие. Абсолютно все я рекомендую, потому что это безоплатно, и вы уже за неделю сможете прокачать себя достаточно сильно, свое мышление, свой образ мышления, и научиться всегда фокусироваться не на негативе, а на позитиве, для того, чтобы избежать вот этих вот автоматического, автоматического, как сейчас я придумаю, как сказать, когда Морска автоматически опирается на ваш негативный опыт. То есть вот этого убрать из своей жизни просто напрочь, потому что вы научитесь фокусироваться на позитиве. Вот. Как будет проходить эта неделя? Обязательно, она будет проходить в чате Телеграм. Будет обязательно выполнение заданий. На одно задание дается 2 дня. будет группа поддержки в Телеграм, и будет вебинар за это время один. А с 6 февраля по 26 февраля будет платная часть тренинга с глубокой, с глубинной проработкой, вот, на которой буду участвовать не только я, но и другие спикеры. Будет у нас в прямом эфире, мы будем в прямом эфире заниматься нейрографикой и переписывать, перерисовывать свои нейронные связи, то есть на глубинном уровне убирать вот эти свои негативные убеждения, вот это вот свое негативное мышление, которое приводит вас к негативным результатам. У нас будет работа с расстановщиком, расстановки по Хеллингеру, будут с деньгами. У нас будет спикер финансист-инвестор, который расскажет про то, про правильное и грамотное взаимоотношение с деньгами с точки зрения энергии. И это все будет на этом тренинге. Тренинг огонь. Регистрируйтесь прямо сейчас у меня в ссылке профиля, в шапке, все, я полтора часа говорю, у меня уже артикуляция сломалась, по ссылке в шапке профиля есть, проходите, в общем, регистрируйтесь на безоплатную неделю. Если вдруг вы хотите уже сейчас на платную неделю, то вы можете приобрести один из пакетов сейчас со скидкой 20%. Что ждет на тренинге? Ежедневной медитации. Мы будем разбирать ваш тип финансового мышления. Переведем, проведем аудит установок и убеждений по отношению к деньгам и наведем порядок в вашей голове. Узнаете о правильных финансовых привычках, которые делают человека богаче. Сможете изменить свое бедное мышление на богатое. Это старый у меня, этот самый, старый презентарь, скидка была 30%, ее больше не будет, она будет только 20%. И будет три пакета. Пакет облегченный, это цены без скидок, соответственно, если вы бронируете сегодня, скидка 20%. Пакет облегченный, где вы получаете за 2 900, внимание, 2 900, ребята, это еще без скидки, минус скидка 20%, это там где-то 2 400, что ли, стоит. Одно занятие по нейрографике стоит 2 000 рублей, самая дешевая цена. У вас это будет в пакете нейрографика, расстановки по Хеллингеру, которые стоят от 5 000 рублей, консультация с инвестором, который расскажет про взаимоотношения с деньгами и работа в течение трех недель на марафоне, можете на тренинге, можете себе представить, это стоит 2 900, просто сумасшедшие цены, еще без скидки. Значит, пакет облегченный, это без обратной связи, то есть вы получаете все задания, доступ ко всем заданиям, ко всем вебинарам, доступ к чату, нетворкинга, то есть это все у вас будет. Вы работаете самостоятельно, обязательно присылаете отчеты по выполнению задания, обратная связь по отчетам не предоставляется. Если вы хотите получать обратную связь по отчетам, тогда вам нужен пакет с обратной связью, вот у меня почему-то он плохо работает, он стоит 4 500 без скидки, со скидкой он стоит 20%, это получается где-то там 3 600, что-то такое. Все то же самое туда входит, как и в пакет облегченный, плюс еще обратная связь от моей команды и от меня, то есть кому попадете. И есть пакет индивидуальный, это работает непосредственно со мной, туда входит все то же самое, что пакет в облегченный, и в пакет с обратной связью, плюс только обратную связь даю 100% я. И еще входит 30-минутная консультация со мной по финансам, по вашей натальной карте. На этот пакет скидок нет, потому что это и так сумасшедше дешево, у меня одна консультация стоит 15 000 рублей, вот, а вы получаете за 19 900 и тренинг, и пакет, в общем, тут скидок просто не может быть речи. Вот, в общем-то, жду вас всех, без исключения, на безоплатную неделю. Повторюсь, если вы хотите уже сейчас, понимаете, что вам туда надо, прям на все 4 недели, у вас есть шансы платить со скидкой. Всю информацию могу скинуть вам в личку, если вы мне напишите, Марина, хочу на твой тренинг, вот, либо переходите сами в шапку профиля, там ссылка, я уже все совсем не могу говорить. Вот, дайте обратную связь, как вам эфир? И вообще, как тренинг? Как вы думаете, интересный тренинг или нет? Я записала вчера IGTV, сегодня его с утра выложила, и там была моя исповедь, кто еще не смотрел, посмотрите, исповедь про то, что мне тоже страшно, у меня тоже есть ожидания, у меня тоже есть опыт, и у меня очень много опыта, и много негативного. Посмотрите, правда, IGTV исповедь, вот, потому что я прям, я говорю, для меня этот тренинг, тренинг готовлю для вас, но для меня это мой собственный персональный тренинг, потому что я начинаю открываться, выслушайте, я веду Инстаграм 3 года, 3 года, по-моему, да? Год я веду его очень плотно, с этого года я начала показывать еще и свои темные стороны, показывать, что я тоже человек, что я не супер-пупер прокачанная женщина, что у меня есть страхи, вот, что я вообще что-то где-то косячу в жизни, вот, и для меня это выход из зоны комфорта, это для меня некий такой рост, вот, и мне тоже так чутка страшно, ребят, но я знаю, как с этим работать, у меня есть три шага, поэтому я с этим работаю, и мне очень нужна и важна ваша поддержка, поэтому те, кто уже записался на тренинг, прям вот, я чувствую вашу поддержку. Ой, спасибо, родные, спасибо, родные, так приятно, напросилась на комплименты, так приятно! Спасибо, я вас тоже очень люблю, вот поэтому я и не сдаюсь, поэтому я не сдаюсь, потому что мной движет любовь, я не имею права сдаться, просто не имею ни малейшего права сдаться. На этой позитивной ноте я вас целую. А, ребята, забыла, вот, забыла, сейчас я не знаю, там вышел пост или нет, у меня он в автомате выходит, я немножко путаюсь в московское время и тайское, вот, вышел пост, и я разыгрываю книжку, книжку Наполеона Хилла «Дума и богатей», это про финансовое мышление, вот, вся информация в сторис, заходите в сторис, я там в сторис, ну, в общем, если еще не выложили в сторис, то что же автоматом выходит, то прям буквально вот-вот-вот-вот-вот-вот, скоро будет выложено, соответственно, участвуйте в конкурсе и выигрывайте книжечку. Вот, люблю вас, целую, спасибо, что смотрели, и делитесь, делитесь информацией о тренинге со своими друзьями, со своими близкими, репостите, про прямой эфир тоже, сделайте, запишите, пожалуйста, сторис, там, сделайте репост, пускай как можно больше людей знают и могут достигать своих целей, есть у меня мой хэштег, который придумали девчонки, которые проходили мой марафон, вот, «Даешь больше счастливых женщин», это вот, это тот хэштег, который, ну, вот теперь со мной всю жизнь, давай, даешь больше счастливых женщин, пускай больше людей, ну, теперь еще и мужчин, потому что тренинг этот на мужчин тоже рассчитан, не только для девушек, это тренинг для всех, вот, в общем, даешь больше счастливых людей в этот мир, поэтому, делитесь, делитесь информацией о тренинге, об этом прямом эфире, распространим просто информацию, максимально много, чтобы большее количество людей смогли вообще, смогли это все принять в участие, вот, всех люблю, всех целуем, пока-пока.